Родственники мобилизованных россиян продолжают забрасывать администрацию президента России вопросами, почему их мужей до сих пор не демобилизовали. Жалуются также и на проблемы с зарплатами и отпусками. «Верните мобилизованных домой. Нет обещанной передышки через две недели в тыловой зоне. Отпуск не дают. Не снаряжают, не одевают, не лечат хронические заболевания». Цитирует телеграм-канал 7 на 7 «Горизонтальная Россия». «Почему мужу за ранение я выплату добивалась с боем полгода? Почему сразу не было выплачено?» Цитирует телеграм-канал 7 на 7 «Горизонтальная Россия». «В нашей стране нет военного положения. Почему мобилизованные мужчины, простые работники завода, стали военными и должны находиться на фронте до окончания СВО? Верните моего мужа и отца наших детей домой». Цитирует телеграм-канал 7 на 7 «Горизонтальная Россия». СМС с вопросами Владимиру Путину отправили почти 30 участниц самарского чата «Путь домой». Некоторые из них планируют ежедневно писать сообщение на прямую линию Путина, которая пройдет 14 декабря. «Чувства я, если их говорить, то они у меня только получается с матным лексиконом. Вот только матом я могу сказать. У меня наше правительство за пи-пи-пи-пи-пи. Понимаете? Вот у меня больше ничего, никаких других эмоций. Просто уже достали своим враньем. Бесконечным враньем, понимаете? У нас в Министерстве обороны и с контрактниками. Потому что средний возраст контрактника – это 50+. Дело в том, что мужчина в 50+, он у нас не обладает необходимым здоровьем для того, чтобы вести военные действия». Ранее, 28 ноября, в Ульяновске родственницы мобилизованных провели акцию «Верните мужа, я ***». К ее участницам сразу же наведались полицейские. Женщин предупредили об ответственности по административной статье о дискредитации армии. «Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. Обещания по факту оказались пустышкой. Нас наказали за нашу законопослушность, за ширму стабильности. Для большинства наши мужчины платят кровью, а мы – здоровьем и слезами». Участницы акции «Верните мужа» в интервью изданию «Настоящее время». Создали родственницы и петицию за возвращение мобилизованных и установление предельного срока службы. В ответ на такую активную позицию жен российских военных Кремль развернул против них целую информационную атаку, называя их агентами ЦРУ. А власти Москвы уже запретили любые акции и митинги. Подобные указания спущены и в другие регионы. Перед губернаторами поставили задачу любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу. В любом количестве даже 50 человек. Источники здания The Insider. Напомним, Путин объявил о частичной мобилизации в конце сентября 2022 года. Через месяц она якобы закончилась, однако ни одного соответствующего указа подписано не было. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за время объявленной мобилизации на войну с Украиной призвали 300 тысяч человек. Однако, на самом деле, гораздо больше. В частности, по данным Bloomberg, было призвано более 500 тысяч человек. Юлия Грановская для телеканала Freedom.